Приветствую вас. Давайте разберём вопрос, который вы задаёте. Он у вас достаточно небольшой, поэтому я его сейчас зачитаю. Как правильно расставить границы на работе, когда тебя просят по работе звонить, пока не занимаются личными делами? Придают это через посредник, не обсуждая, как это будет оплачивать. Оплачиваться и ставят вперед факт. В первую очередь, хочу сказать, и на мой взгляд это весьма, ну такой весьма важный момент, вот. То, что я вам, например, не подскажу, как именно расставлять границы. Потому что я не знаю, какой, условно говоря, вы человек. Я не знаю, как именно вам хочется расставлять границы. Вот. Потому что, ну, границы у всех людей разные и у вас они могут быть разные тоже. У вас они могут быть, там, словно говоря, свои. И только вы можете знать, как вам, вот, хотелось бы их расставить. Да? Только вы можете знать, как именно вы себя хотите проявить. Другой вопрос, и это то, что интересует меня, это то, почему, например, выбирают вас. То есть, почему к вам обращаться, допустим. Почему помочь просто именно вэлс, а не там кого-то другого. То есть, у людей, вероятно, есть некоторый опыт какой-то. Опыт того, что обращаться можно именно к вам. Вот. Вот с этого, мне кажется, уже можно и, наверное, нужно начинать. То есть, что если обращаться к вам, значит, именно вы являетесь наиболее удобным человеком для реализации вот этих самых, ну, потребностей, да, для реализации этих самых желаний людей. Да? Вот. Другой вопрос, как это возможно? Да? Вот. То есть, другой вопрос, каким образом стало возможно вот то, что именно вас увидели такого человека, на которого можно перевесить, ну, перевесить, ам, какие-то, какие-то обязанности. Да? Вот. Мне кажется, на это вам имеет смысл обратить свое внимание, в первую очередь. Почему я? Почему я? Почему ко мне обращаться? за это, ну, за это, так сказать, вот, что во мне такого, что вот, значит, я наиболее привлекательный человек для этого. Это первое. Второе. Эм, как правило, не всегда, но как правило, где есть определенные проблемы с границами, где есть определенные трудности. Там же есть всегда, как правило, страх отказа, то есть, вы боитесь отказаться. Эм, это, в свою очередь, связано с, э, чистмобильным, э, и ранительным смазанием, то есть, ну, иными словами, э, иными словами. Эм, я не могу отказать, не могу, э, сказать нет, да, мне сложно, э, ну, выставить границы, сложно выставить границы. Эм, именно, потому что, я чувствую, что ниже, чувствую, что ниже, там, словно, э, значит, других людей, э, ну, я чувствую, что я ниже других людей. Почему ниже, почему ниже, не совсем понятно, но чувствую, что ниже. Как правило, подобное связано с тем, как правило, подобное связано с тем, что вы не прислушивайтесь к своим чувствам. Не прислушивайтесь к своим желаниям, не размещайте их, не говорите. Вот, не говорите о том, что вам не нравится, не говорите о том, что вам неприятно, не говорите о том, с чего вы хотите. В общем и целом, это не так вообще-то и сложно говорить то, что вам хочется говорить то, что вам не хочется. Это не так сложно, не так трудно. Вот. Но опыта такого, э, такого выражения своих чувств у вас, вероятно, нет. И вследствие этого возникает такая вот проблема. Вследствие этого возникает вот такая ситуация, что вам сложно отказаться, вам тяжело это сделать. Вот. И здесь, наверное, важно не то, чтобы вы увидели, как это сделать. Я думаю, что вы где-то в глубине души их знаете, может быть, даже представляли себе, как вы могли бы это сделать. Я думаю, что идея в том, чтобы увидеть, э, скорее, вот, знаете, скорее увидеть, э, что блокирует. Ведь я более чем уверен, что, что это у вас блокирует, э, вашу потребность себя защитить, например. Вот. Другой вопрос. Что именно блокирует. Это вот уже гораздо интереснее. Мне кажется, что, когда и если вы увидите, что конкретно вам мешает, вот, мне кажется, что, когда и если вы увидите, что конкретно оно блокирует. Вот это вот проявление, проявление, проявление вас, проявление чего-то вашего. Вот. То это, возможно, начнет решать вашу проблему. Но это мы не заметим. Потому что вы совершенно очевидно привыкли этого избегать. Вы совершенно очевидно привыкли к этому не прислушиваться. Вот. И, коль это так, то, э, ситуация, э, здесь, э, такова, что вам нужна психотерапия. Вот. Люди на работе не должны к вам, в общем и целом, прислушиваться. Люди на работе преследуют, ну, как правило, да, свои цели. И, мне кажется, это нормально. Абсолютно. Что они это делают. Другой вопрос. Вот. Делаете ли вы так же, если нет, то почему? Ну, это, наверное, один из ключевых аспектов, на которых мне бы хотелось обратить ваше внимание. Ну, потому что это довольно важный момент. Как мне кажется. Кажется. Вот. Дальше. Э, ситуация на работе, в целом, ситуация на работе, она довольно критична. Она довольно серьезная. Для вас она значима. Э, эта ситуация. И, э, сразу вам, может быть, э, было бы, э, трудно, э, ну, как-то вот, себя защитить. С, сразу вам, было бы, трудно, э, быть в границе, там, было, что, э, люди уже привыкли, к тому, что вы так, вот, делаете, к тому, что вы так, э, поступаете, вот. Люди уже привыкли. И, э, отучить, э, людей, наверное, было бы, несколько сложно от этого. А вот. Сложно было бы отучить людей, от того, чтобы вас там не использовать, например. Но, это, возможно, вполне возможно, сделать, например, так, чтобы вы постепенно, потихонечку, работали над тем, например, чтобы лучше себя чувствовать, чтобы лучше к себе относиться, чтобы лучше себя воспринимать и так далее. Я, конечно, не понимаю. Понимаете? Вот. А, другой вопрос, что же, заключается в том, делаете ли вы это? Вот. Вот. Вот, что мне кажется важно. По-настоящему важно. Да? Как-то так. То есть, у вас, если есть страхи, именно страхи, то с ними, со страхами, Нужно работать, это у вас есть страх. Если у вас есть ощущение, что там, например, вы, я не знаю, не стоите ничего, или что вы хуже других людей, то с этим тоже нужно работать. Вот, то есть есть какие-то основания, есть какие-то причин, по которым вы так вот себя воспринимаете. Мне кажется, такой момент. Так что давайте постараемся выяснить, что именно блокирует ваше проявление границы. Будем уже от этого отталкиваться. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Ответ на это позволит вам начать работу над собой. Спектакль запышу нахранку. Редактор субтитров. Корректор healed.